видео снимается специально для канала все стиральных машинах и бытовой техники всем привет сегодня поговорим о видах кофе в кофе-машинах и способы их приготовления вообще какая разновидность какую разновидность кофе готовит ваша кофе-машина можно узнать из инструкции можно узнать на сайте производителя можно узнать на сайте продавца обычный список прилагается какие кофе какой кофе может готовить как раз ваша кофе-машина ваша модель кофе-машины у моя кофе-машина готовит Самые популярные разновидности – эспрессо, ристретто, латте, капучино. Именно латте и капучино являются самыми любимыми в нашей семье. Но начну не с этого кофе, начну как раз с эспрессо, потому что на основе эспрессо готовится большая часть, наверное, этих напитков кофейных. Как делать с эспрессо? Он делается за счет среднего помолвы. Берется кофе и вода, больше ничего не добавляется. На эспрессо образуется густая устойчивая пенка. Это как раз его качественная характеристика, которая говорит о том, что эспрессо сделано правильно. Если мы говорим о ристретто, то ристретто – это тоже эспрессо, только еще гуще, еще крепче. Там добавляется меньше воды, и он становится такой более плотной консистенцией. Если мы смотрим на латте и капучино, тут опять же присутствует эспрессо. В латте, соответственно, кроме эспрессо, у нас добавляется еще большое количество молока, и добавляется еще и молочная пена, и она становится такой воздушный, легкий. Есть капучино, да, не только латте, но и капучино. В капучино в эспрессо, опять же, добавляется молочная пена. Там уже молока нет непосредственно, но все равно она уже легче, чем эспрессо, уже такой тоже, опять же, немножко воздушный. Кроме этих двух разновидностей, которые, я как уже сказала, очень уважают мои семьи, есть еще разновидности кофе, опять же, без молока. Например, американо. Он, опять же, готовится на основании эспрессо, только американо менее крепкий, чем эспрессо, менее крепкий, тем более, чем ристретто. В него он разбавляется водой горячей, то есть там добавляется еще больше горячей воды, он становится, опять же, не таким плотным. Еще одна разновидность кофе с молоком, который мне конкретно очень нравится, сейчас она набирает, мне кажется, популярность, это РАФ, кофе РАФ. Это, опять же, эспрессо, который переливает в купечинатор, добавляет туда сливки и в пропорции один к трем, да, то есть одна часть эспрессо и три части сливок. И вот эта вот такая прям молочная сливочная история часто разбавляется какими-то сиропами, добавляет сюда какие-то топпинги и получается очень такой, не знаю, как сказать, девчачий, наверное, такой напиток, который сейчас очень популярен, опять же. Ну, это, опять же, для любителей капучино, для любителей латте, вот эта вся история для вот этой части населения. Обращайте внимание при приобретении кофемашины на то, какие заложены в ней функции, что она может вообще сделать, и некоторые в разновидности кофе вы можете делать не на автоматическом режиме автомата, а можете делать их просто в ручном режиме, готовя кофе, который вам захочется. Я надеюсь, что видео было для вас полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всего хорошего и всем пока! И видео снималось специально для канала Все о стиральных машинах и бытовой технике.